Ребят, ну вот почему мы люди такие смешные, интересные существа? Нам зачастую не хватает мудрости для того, чтобы учиться на ошибках других людей, для того, чтобы взять вот их опыт, вот они уже через что-то прошли, да, они уже много раз падали этими граблями, получали полбу, и они нам говорят, на, возьми вот это, сделай, бери, тебе поможет. Но мы же такие, нет, мы пойдем сами, будем страдать, падать на самое дно, пока уже все будет так больно и невыносимо, и только тогда, из самого, из самой задницы, извините меня, многие из нас только тогда начинают меняться, а многие вообще не решаются на это. Бомбически, короче, рассказываю. У меня есть друг Джейсон, и вот на протяжении года я наблюдаю его боль. Он год назад начал изучать stock market, вот этот трейдинг, да, торги, вложение денег, и он теряет деньги на протяжении практически 12 месяцев, делая, совершая одну и ту же ошибку, одну и ту же привычку. И я вот наблюдаю за ним, за его болью, и он каждый день просирает эти деньги, потом у него вот этот цикл, да, потом он себя обвиняет, потом на следующий день он говорит, я сегодня сделаю по-другому, и он выходит опять в эти торги, и опять совершает одну и ту же ошибку. Я, наблюдая со стороны, предложила ему следующий вариант действий. Здесь хочу сразу заранее сказать, что он далеко не глупый человек, он очень мудрый, умный, но, понимаете, так работают наши привычки и паттерны. Вот создалась нейронная связь, и человек фигачит по этой связи всю свою жизнь. Он реагирует так же, он себя так же проявляет в отношениях, и ему сложно изменять эту модель поведения, особенно одному, да, если у него нет никаких инструментов. Так вот, у него сформировалась модель поведения, и вот он как на поводу у этой модели поведения шел почти 12 месяцев, терял себе свои деньги. Вот, я думала, как же так аккуратненько к нему подойти, но меня же не спрашивают, то есть я не его коуч, да, мне он за это деньги не платит. Но, тем не менее, глядя на его боль, на его страдания, я-то вижу, я-то вижу решение проблемы. Вчера или позавчера, когда я решила с ним кое-чем поделиться. Сразу хочу сказать, что он человек непрактикующий, ни во что не верит, никакие не дыхатели, ни уж тем более, ни кундалини-йоги. Но я ему вчера задала вопрос, говорю, слушай, ты, как-то это на русском языке сказать, ты рассматриваешь такой вариант, я тебе дам одну практику, которая изменит химические вещества, в твоем мозгу, и ты начнешь реагировать и действовать по-другому. Но ты должен это сделать, окей? То есть прям сесть и сделать. Он такой, ну да, типа, что уже, ничего не осталось, давай, типа, что в своей практике. Вот, я, значит, дала ему сильнейшую практику, которой, кстати, делюсь на курсе, красивая, здоровая, молодая я. И сегодня утром я просыпаюсь, ребят, это просто бомба. Вот читая это сообщение. Ребят, произошел прорыв. Это то самое чудо. Вот здесь на английском языке его сообщение, но я примерно вам переведу. Он говорит, я в шоке, я не знаю, как это работает, но сегодня в первый раз за 12 месяцев я не пошел туда дальше, остановился вовремя, и мало того, еще на этом заработал денег. Он говорит, я в шоке, я не хотел эту практику делать со скептитизмом, но сегодня, говорит, утром проснулся и сделал. Он сделал ее один раз, ребят. Вы понимаете? Вообще, вообще, вы понимаете, насколько это сильные и мощные инструменты работы с сознанием, работы со старыми привычками, с моделями поведения, да? У кого-то они есть-есть-есть постоянно заедать, у кого-то негативное мышление постоянно-постоянно. То есть столько много разных паттернов, 12 месяцев человек терял деньги. Ребят, один раз он сегодня сделал практику. Вы вообще понимаете, насколько это мощные инструменты, как это работает? Это можно перекладывать на любую сферу жизни, да? То есть если не хватает мотивации, вдохновения, если есть какие-то привычки, раздражение, злость, и, господи, да на все, что угодно. Во-первых, ты прокачиваешь свою определенную чакру, потому что, например, у Джейсона первая и третья чакры никакие, а это мужские основные чакры. Когда мы вместе пытались делать, я его давай вместе делать, кундалини-йогу, он не мог в планке, планк мы стоим, 30 секунд продержаться, а это первая и третья чакры. Я стою 2-3 минуты фигачу, понимаете? То есть ему не хватало как раз энергии в этих мужских чакрах, и я дала ему эту практику. Так что, мои любимые девочки и женщины, не говорите потом, «Джулия, почему мы раньше этого не делали?» А вы так говорите. Многие, кто со мной занимается и проходили курсы. Девчонки, курс красивая, здоровая, молодая. Уже стартует через сколько? Через меньше, чем 10 дней или сколько? 25 апреля. И там будет все. И практики, и дыхательные, и на женские каналы, и на мужские. И вообще, все, что только можно найти в этой жизни, скомбинированно в один курс, вы получите. Кстати, сегодня, пока я монтировала вступительное видео, он первой недели, уже в закрытой группе, я подумала, что я дам вам его просто так в свободном доступе, чтобы вы поняли вообще, о чем этот курс, что на нем будет происходить. Поэтому сегодня выложу, и пользуйтесь, и смотрите на здоровье. А сейчас я вас вообще шокирую. Будете в шоке. Почему я всегда говорю, дыхание — это жизнь. Дыхание — настолько мощный инструмент, что он способен менять все. Сейчас я предоставлю вам факты для вашего пытливого ума. Учеными сразу проводились исследования до дыхательных практик и после. Посмотрите, насколько у человека поменялось все. Даже биологический возраст. Человек подышал 10 минут. Делали сканирование до и после. Смотрим. Биологический возраст 33, стал 29. Состояние психоэмоциональное состояние. Коэффициент был 41, стал 67. Мы видим, что красные зоны головного мозга практически ушли. Энергетический ресурс было 114, стало 187. Энергетика, входящая в организм, было 54, и входящая 60, стало 93, входящая 94 используемое. Гормональное состояние. То есть 48 на 71. Уровень напряженности был 225, стал 142. Практически в два раза. Поэтому пока одни люди пытаются искать подвох, что у меня там сделано, как у меня так морщины разглаживаются, или как у меня так губы сами по себе накачиваются, я продолжаю дышать, делать свои дыхательные практики. Совмещать с правильным питанием, детоксом. И создаю курсы, которые также будут помогать людям. Кстати, я смотрела как-то тут видео одно на ютюбе, какой-то там новоиспеченный гуру смеялся над тем, что нынешние типа учителя медитации, йоги, учат, как правильно дышать, ибо человек не знает, как дышать. Ребят, вот именно что не знаете. Знаете, сколько ко мне приходят учеников и студентов, которые, когда говорю вдох-выдох, вдох-выдох, не дышит никто. Дыхание – это жизнь. Не дышит никто. Да, люди не умеют дышать в современном мире. Это действительно так. От этого и начинают болеть. Вы вообще знаете, что для того, чтобы кровь ходила, нужен процесс дыхания. Глубокого дыхания, специального дыхания, дыхания через живот, диафрагмального дыхания. Понимаете? Когда кровь начинает ходить, организм начинает омолаживаться, все клеточки начинают наполняться кислородом, организм начинает воспроизводить коллаген натурально, а не добавки, которые вы пьете. Ничего это не будет помогать. Ребят, все происходит изнутри. Наша молодость – это отражение наших внутренних органов, насколько они функционируют, нашей крови, телец, количество в конце концов. Понимаете? Уровня гормонов. Когда гормоны начинают меньше и меньше производства, все, женщина старая стала, гормонов уже нету в таком количестве. В общем, я надеюсь, что здесь все люди взрослые, мудрые, которые берут ответственность за себя, за свое здоровье, за то, как они выглядят, не перекладывают в руки косметологи, косметологов, докторов, и записываются ко мне на курс, на знания, которые останутся с вами навсегда. Навсегда. Понимаете? Это будет ваша собственная аптечка, собственный арсенал инструментов, которыми вы сможете исцелять себя и других людей, помогать своей семье, детям вашим, хотя бы напоминать окружающим о том, чтобы они не забывали правильно дышать. Ведь иногда все, что нужно, чтобы стресс уменьшить, это просто сделать вдох и выдох. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!